На прошлом степе мы научились программировать в монаде.io, реализовав функции getLine и putstr. Теперь нашей целью будет изучить некоторые вспомогательные функции, которые упрощают программирование как в монаде.io, так и во многих других монадах. Давайте посмотрим, что это за функции и как они позволят упростить нашу реализацию. Многие функции для работы с монадами, о которых идет речь, они определены в модуле Ctrl Monad. Поэтому мы импортируем этот модуль, чтобы получить к ним доступ. Хотя некоторые из них импортируются в прелюду непосредственно. И мы можем не писать этой инструкции. Первая функция, которая нам будет интересна, и которая позволит нам улучшить реализацию нашей функции putstr, это функция sequence. Функция sequence, мы сейчас изучаем ее версию с подчеркиванием на конце, потом мы познакомимся с более полной версией. Функция sequence с подчеркиванием, она работает следующим образом. Она принимает список монад, выполняет все монадические действия в этом списке, последовательно связывая их с помощью облегченной версии оператора bind, и возвращает в той монаде, в которой мы работаем, некоторое неинтересное значение. Цель функции sequence выполнить действие и проигнорировать значение. Наша функция putstr, кстати говоря, работала таким же образом. Действительно, посмотрите, функция putstr может быть переписана в терминах sequence, потому что через правую свертку. Действительно, инициализирующим значением для правой свертки мы как раз используем return, единичный тип. А что касается операции, с помощью которой мы осуществляем свертку, это легкая версия оператора bind, которая ничего не передает с одного вычисления в другое. Он здесь как раз и у нас использовался в нашей putstr. Но прежде чем заниматься реализацией нашей функции putstr через sequence, давайте более подробно посмотрим, как sequence работает. Попытаемся вызвать функцию sequence для разных монад. Ну давайте сначала нам нужен список каких-то монад. Ну одна из самых простых монад это maybe. Давайте передадим туда just1, just2. Ну вот что нам возвращается. В монаде maybe эффект, который мог бы произойти, это эффект, связанный с nothing. То есть с ошибкой. В остальном никаких дополнительных побочных эффектов монада maybe не производят, поэтому здесь возвращается unit type, единичный тип, ну упакованный в ту монаду, в которой мы работаем. Поскольку у нас в качестве m присутствует сейчас maybe, то возвращается конструктор just, поскольку используется return, то конечно это just в нашей монаде. И этот самый unit type. Однако если мы заменим одно из значений списка на nothing, неважно какое, это может быть длинный список, если в нем только встретился один nothing, то мы можем увидеть тот эффект, который нам наше вычисление дает, если в этом списке хотя бы один nothing, то результирующее значение nothing. Ну монада maybe не очень интересна для анализа работы sequence. Давайте перейдем к монаде списка. В монаде списка мы в качестве элементов должны подставить какие-то списки. Ну давайте подставим список 1, 2 и список 3, 4, 5, 6. И запустим sequence. Если мы вспомним, какой монадический эффект связан со списками, это будет вычисление с недетерминированным результатом или разветвляющееся вычисление. И запуская sequence, мы обнаруживаем, что в целевой монаде, в монаде списка, у нас возвратилось 8 вот таких вот единичных типов. Они как раз показывают структуру нашего вычисления. То есть наша монада списка, эффект ее заключается в том, что наши вычисления становятся неоднозначными. Первый шаг вычисления двухзначный, а второй вычисление четырехзначный. Итого у нас получается 8 цепочек вычислений, каждый из которых возвращает нам unit type. Таким образом мы видим, что опять значение функцию sequence с подчеркиванием не интересует, а эффект очень даже интересует. И мы видим, что этот эффект заключается в том, что наше вычисление имеет 8 результатов. Теперь уже мы можем перейти к реализации нашей функции putstr через sequence. Она реализуется следующим образом. Ну действительно, давайте мы перейдем в монаду.io и в монаде.io попытаемся сделать то же самое. Давайте мы запустим функцию sequence, но в качестве монады уже будем использовать.io. Для того, чтобы работать в монаде.io, нам нужны какие-то примитивы в монаде.io. Ну давайте мы будем использовать putchar. как мы помним, эффект, который производят монады.io, заключается в том, что соответствующий символ выводится на экран. В данном случае у нас функция sequence как раз сделает то, что нужно. Она выведет a и b на экран. Ну давайте посмотрим, как это сделано. Вот у нас как раз a и b вывелось на наш терминал, и на этом функция завершила свою работу. Это ровно то, что делала функция putstr, только она делала с произвольной строкой. Здесь у нас имеются два символа a и b. Мы можем вытащить putchar из всех элементов нашего списка. Записав это следующим образом, мы можем написать sequence, потом написать map putchar, и дальше здесь написать список из двух элементов a и b. Вот теперь у нас уже есть строка. Действительно, это строка, функция. Ну здесь, естественно, нужно поставить либо скобочки, либо знак доллара. Вот у нас есть строка. Мы на эту строку с помощью оператора map отображаем функцию putchar, то есть применяем каждому элементу этой строки функцию putchar и получаем список применения putchar. И вот теперь мы получили уже некоторое решение, которое в качестве аргумента принимает интересующую нас строку. Результат тот же самый, но теперь строка у нас выделена явно. И теперь мы можем понять, как же реализована функция putchar 2 штриха. Собственно, она делает ровно то, что здесь мы сделали со строкой a, b. Она говорит, что наша функция putchar это просто композиция. Сначала мы должны выполнить map putchar на ту строку, которая передается в качестве аргумента, а потом результат обработать функцией sequence. Имеется еще одна полезная вспомогательная функция, которая обобщает ту конструкцию, которая у нас встретилась здесь и которая довольно часто встречается в вычислениях с монадами, а именно последовательность вызова функции sequence и map. Эта функция называется mapm, тоже с подчеркиванием. И она устроена следующим образом. Она принимает в качестве первого аргумента стрелку к лейсли в какой-то монаде с помощью функции map. Эта стрелка к лейсли отображается на элементы списка, передающиеся в качестве второго аргумента. Мы получаем список монадических вычислений в какой-то монаде. Эти вычисления производятся, их эффекты выполняются, а возвращаемое значение нас не интересует. Вообще говоря, все функции, которые имеют суффикс с подчеркиванием в библиотеке control monad, они ровно таким образом и работают. Они производят эффекты в какой-то монаде, а возвращаемое значение игнорируют. Вот так устроена наша функция mapm с подчеркиванием. Ну, давайте, скажем, в монаде списка попытаемся вызвать эту самую функцию mapm с подчеркиванием. Нам нужно какую-то стрелку к лейсли, порождающую список. Ну, давайте напишем ее просто по месту. Это функция, которая удваивает переданный туда элемент. Вот эта стрелка к лейсли в монаде списка. Ну, теперь мы можем натравить эту функцию на произвольный список, ну, например, на стрелку bc, и мы получили то, что в общем и ожидали, все значения проигнорированы, и поскольку вычисление идет в монаде списка, то у нас возвращается столько веток, сколько разветвлений у нас было в монаде списка. А почему у нас в этом случае было 8 разветвлений? А вроде бы на первый взгляд кажется, что должно быть 6. Здесь 3 и здесь 2. На самом деле MapM устроено немножко сложнее. Давайте попытаемся понять, почему у нас получилось 8 результатов. Мы помним, что MapM состоит из двух частей. Во-первых, мы должны отобразить нашу функцию f, ну, в данном случае вот эту вот функцию на строку abc, а потом вызвать sequence. Давайте выполним первую часть. Отобразим нашу функцию с помощью функции Map, отобразим нашу лямбду на строку abc. Вызовем Map, нашу лямбду на строку abc. Посмотрите, что получилось. У нас получился список, состоящий из трех списков. А дальше у нас вызывается функция sequence. А функция sequence производит все эффекты по тому количеству элементов, которые у нас во внутренней монаде присутствуют. Во внутренней монаде, в монаде M, у нас список содержит... Это монада списка. Здесь список содержит два элемента. Значит, здесь вычисления раздваиваются. На следующем шаге вычисления опять раздваиваются, становятся четыре цепочки вычислений. И, наконец, на последнем шаге вычисления опять раздваиваются. И у нас получается уже восемь цепочек вычислений, о чем возвращаемое значение функции mapm с подчеркиванием нам и сигнализирует. Перейдем теперь к более полновесным функциям, к аналогам sequence и mapm, которые не имеют подчеркивания. Их отличие заключается в том, что они выполняют ту же самую работу, но возвращаемое значение не игнорируется. Это видно из прототипа соответствующих функций. Ну, вот наша функция putstr, конечно, может быть выражена через mapm. Вот таким вот простым образом мы переходим к функции sequence и mapm. Функция sequence делает следующее. Она берет список вычислений в монаде, список значений, упакованных в монаду, и как бы протаскивает монаду через список. И получает в результате монада списка. Функция sequence это полноценный фолдер в качестве стрелки к лейсли, служит некоторое монадическое вычисление. Мы как бы разбиваем, строим некоторую стрелку к лейсли вот такого вот типа. когда m монада, то у нас получается вот такая вот функция k. Мы ее применяем к двум своим аргументам mm' и реконструируем список уже внутри нашей новой монады. Давайте посмотрим, как функция sequence работает на разных примерах. Ну, давайте сначала запустим совсем простой пример. Тот же пример, с которым мы начинали функцию sequence с подчеркиванием. Я напомню, что когда мы вызывали функцию sequence с подчеркиванием на списке monad just1, just2, это была монада maybe. Версия с подчеркиванием делала следующее. Она просто фактически ничего не делала, возвращала нам unit type единичный тип, но в нужной нам монаде. Полноценная функция sequence делает немножко другое. Она выполняет все монадические эффекты, но здесь никаких эффектов нет, и меняет местами два конструктора. Здесь был список значений типа maybe, а здесь список, упакованный в значения maybe. Здесь, поскольку мы использовали конструктор just, то наша монада никаких эффектов не производит, работая как монада identity. Однако, если бы мы добавили где-то конструктор nothing, мы опять бы получили эффект нашей монады, и получили результат nothing. То есть мы видим, что функция sequence в случае монады maybe при использовании конструктора just просто переставляет местами конструктора списка и конструктора нашей монады. Ну, она ровно это и должна делать по своему типу. Ну, а в случае, когда эффект происходит, эффект ошибки в случае монады maybe, мы получаем соответствующий результат. Ну, давайте запустим функцию sequence на чем-нибудь более интересном. Ну, у нас со списками мы уже разбирались. Давайте мы вернемся к нашей монаде io и запустим функцию sequence на известной нам функции getLine, которая, как я напомню, считывает строку. Давайте мы выполним sequence и здесь напишем getLine. Мы пользуемся системной функцией getLine. Но мы могли бы пользоваться и нашей функцией, которую мы написали. GetLine. Значит, что должно происходить? У нас, во-первых, будет ожидаться два ввода, две строки. Ну, и действительно, давайте введем строку ab и строку cde. И вот теперь наша функция sequence с getLine выполнила свою работу. Она считала две строки и вернула список строк. То есть, у нас был внутренняя монада была io, а внешняя список. А вернулся список, упакованный в монаду io. Есть и более полновесный аналог функции mapM, которая выполняет фактически ту же самую работу, что и sequence, но она предварительно принимает не список монадических значений, а простой список. И стрелку клеесли, порождающую нам монадическое значение в нашей монаде, и обрабатывающая список, возвращая нам список в нашей целевой монаде. Ну, давайте функцию mapM вызовем на нашей функции putChar. Давайте сравним опять две версии mapM с подчеркиванием сначала вызовем, которое игнорирует результат вычислений, производя только монадические эффекты. Ну, вот напишем putChar и строку какую-нибудь hello. Ну, вот перед нами происходит то, как мы написали функцию putStr, выводится строка hello в консоль. Теперь, если мы запустим полноценную версию mapM, то у нас выполнятся не только побочные эффекты, а вывод в консоль является побочным эффектом нашего вычисления, но еще выполнится результат вычисления, который в случае putChar, конечно, неинтересен, потому что возвращается тот самый unitType, ну, в количестве, которое нам необходимо. То есть вот происходит вывод строки hello, никакого перевода строки, как и в прошлый раз, не происходит. То есть это побочный эффект нашего вычисления. А это результат нашего вычисления, результат putChar. Для каждого из этих вычислений у нас возвращаемым значением putChar был unitType, и поскольку у нас в нашем списке 5 символов, вот у нас 5 unitType вернулось в этом случае в качестве возвращаемого значения. Мы видим, что иногда нас интересуют эффекты, тогда мы должны пользоваться версиями с подчеркиванием. Иногда нас интересуют значения, тогда мы должны пользоваться версиями функции без подчеркивания.